Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 52 кировских предпринимателей в этом году внесены в реестр недобросовестных. Об этом рассказали в Уфас России по Кировской области. Всего в этом году было 160 заявлений на признание недобросовестными. По 32,5% рассмотренных материалов было принято решение о включении в реестр. Эта цифра меньше, чем годом ранее. Всего на конец сентября в реестре недобросовестных подрядчиков числилось 170 лиц, внесенных в список по решению Кировского Уфас. Преобладающее количество предприятий, 155, внесены туда из-за одностороннего отказа от исполнения. Остальные – из-за уклонения от заключения контракта и расторжения контракта по решению суда. Перевозчик в Кирове за 4 миллиона закупает терминалы для обслуживания без кондукторов. О приобретении 25 таких устройств объявил КПАД на портале госзакупок. Изначальная цена контракта – 3 миллиона 998 тысяч рублей. Итоги аукциона подведут 12 декабря. Поставить терминалы победитель конкурса должен будет в течение трех рабочих дней после заключения договора. Это должны быть новые устройства с антивандальным сенсорным экраном. Эксперимент с бескондукторной оплатой уже ставила АТП. По его результатам, экс-руководитель предприятия Денис Перлок сообщал, что пока водители просто не справляются с работой в одиночку. Уложиться в график движения, следить за дорогой и обилетить пассажиров, у которых наличная оплата в одиночку просто нереально. В эфире «Экономика». В банковской сфере Кировской области не хватает персонала. Такой вывод сделали эксперты Headhunter, которые провели исследование к дню банковского работника. Он отмечается 2 декабря. На данный момент в профессиональной сфере банки инвестиций и лизинг в Кировской области на одну вакансию приходится менее одного резюме. Средняя предлагаемая зарплата – 42 тысячи рублей. При этом зарплатные ожидания соискателей ниже предложения рынка. Соискатели указывают в резюме, что хотели бы получать в среднем порядка 36 тысяч рублей. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 88 копеек, евро 63,05. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова